Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Гороховое 64. Первыми хозяевами участка были купец Михаил Елин, его жена Авдотья. В 1782 году Авдотья Елина, наверное, после смерти мужа, продала этот двор с одноэтажным домом к колеческому асессору Короткевичу. Он же построил каменный дом в двое этажа с десятью покроями, которыми владел до конца 18 века. Затем, после 30 лет, дом принадлежал купцу Александру Шорохову. Я пользуюсь данными википедии с сайтом CityWalls, книгой Гороховая улица Ларисы Бройдмана. На нее идет ссылка на основные данные из википедии CityWalls. В падальственной книге Адлера в 1822 году владелец числился титулярный советник барон Врангель. Члены рода Врангеля носили баронское звание, большинство служило на военной службе. Егор Васильевич Врангель окончил курс в Дерптском университете, затем продолжил занятия в Виттенберге. Во возвращении в Россию служил при Иранском законодательной комиссии. Врангель занимался преподавательской деятельностью, был профессором русского права в Казанском с 1820 года в Петербургском университетах. Кстати, ему было поручено право преподавать наследнику престола будущему императору Александру II. В 1830-е годы здесь некий Иванов содержал дом со столом для приезжающих. Среди них Ганнибал Дмитрий Исакович, двоюродный дядя Пушкина, поручик либгвардии конно-егерского полка Петр Иванович Рувульф. Семьей Вульфов Пушкин был хорошо знаком. Встречаются здесь фамилии, к примеру, капитан Анечков Платон Иванович, Абльянинов Александр Степанович, надворный советник, ну и купец любезный Иван Букьянович. В 1840-х-50-х годах дом принадлежал магазин вахтеру, то есть смотрителю при складах Васильеву. Следующим владельцем жене лекаря Елизавете Назаровне Тихоновой и потомственному почетному гражданину Ивана Егоровича Егорова. Егоров был хозяином трактиров, который занимал две комнаты в первом этаже. Также здесь находился часовой магазин Титова. Архитектор Мисоеда в 1880 году пристроил к лицевому дому со стороны двора каменную галерею. В 1885 году имущество Егорова перешло к полковнику Миллеру вместе с долгом кредитному обществу за суду, полученную Егорову в 1880 году. В доме размещался трактир, он носил название Москва. Содержал его купец Порфий Иванович Нестеров. Здесь была часовая, обувная, малярная мастерская. В 1906 году в этом доме в квартире эсера максималиста Терентьева готовилось покушение на Петра Аркадьевича Столыпина, то есть готовился взрыв дачи на Аптекарском острове. В 1907-1910 годах здесь жил один из виднейших петербургских зодчих Мариан Марианович Перетиткович. Он работал с известными зодчими, такими как Леонтий Николаевич Бенуа. Они оформляли зал заседания госсовета в Мариинском дворце, строили церковь Ноттердам де Франц в Ковенском переулке. Перетиткович работал преподавателем технологического института в это время из женских политехнических курсов, также в Академии художеств. Он один из авторов проектов преобразования Петербурга. Конечно, известность этого дом получил в связи с именем Распутина. Да, действительно, здесь жил Распутин, Григорий Распутин. Среди самых ярых поклонников Распутина была Анна Вырубова, Прелина, близкая подруга императрицы Александры Федоровны. В мае 2014 года Распутин поселился в дворцовом флиеле дома номер 64, квартире номер 20. Квартира оплачивалась из средств царской семьи. Расположена на третьем этаже, квартира из пятикомнатной кухни была обставлена, достаточно скромно, удобно, за домом постоянно следила охранка. В донесении постоянно упоминались самые преданные поклонницы Распутина. Анна Вырубова, ее сестра Александра, Писталькорс, Лидия Никитина, Фрейлина, императрицы, Соловьевы, жившие напротив в доме номер 69, а также крупный банкир, делец и аферист Манус. Вместе Андроников, Филиппов, издатель газет «Деньги», «Биржевой день», Моносевич Мануйлов, сотрудник газеты «Новое время» и многие другие, которые искали покровительство Распутина, бывали здесь. Наиболее близкие ему люди собирались у него на квартире в воскресенье, на чай или на уху. Эти сборища обычно перерастали в обычный пьяный разгул. Вся компания плясала, стучала, и все пьяные выходили с Распутиным и отправлялись неизвестно куда, по донесениям полицейской охранки. Вот, к примеру, 14 января 1916 года из доклада. Распутин вернулся домой в 7 часов утра, совершенно пьяный, развил большое стекло в воротах, того дома, где живет. Рвал звонки и стоящему на посту городовому дал 5 рублей, чтобы не мешало ему буянить. Именно отсюда в автомобиле увез Распутина один из его будущих убийц, князь Феликс Юсупов, 16 декабря 1916 года. Кстати, в квартире Распутина императрица Александра Федоровна собиралась устроить часовню, но не успела. Квартира со всей мебелировкой была продана за 16 тысяч рублей владельцу кофейной империи Варенову. После национализации это обычный жилой дом с множеством коммунальных квартир. Кстати, здесь установлена памятная доска с именем одного из наших современников. Револьт Иван Пименович, математик, космолог, общественный деятель, ассистент кафедры Ленинградского технологического института пищевой промышленности. В 1957 году арестован, осужден за контрреволюционную пропаганду, осудили на 10 лет. В 1963 году освобожден по ходатайству президента Академии наук Келыша и редактора Нового мира Твардовского. В 1969 году защитил докторскую диссертацию, ну и в 1970 арестован во второй раз за распространение письма Петра и Кира, предлагавшего судить Сталина за преступление против идей революции. Ну, наверное, вот примерно и все по дому Гороховой 64. Все то, что я нашел. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok